здравствуйте татьяна я рад что нам удалось с вами встретиться и хотел бы вас попросить чтобы рассказали немного о себе я родилась в узбекистане город гулистан еще младенчестве мои родители переехали в казахстан в город степногорск и свои первые первые балетные шаги я начала в возрасте шести лет моя мама увидела объявление в газете о том что идет набор балетную студию а мой первый педагог была дельбаева ныль васильевна затем у меня был педагог лузина светлана викторовна и как только начала заниматься в балетной студии мои физические возможности которые подходят для именно балетного искусства нашла во мне ныль васильевна и она посоветовала моим родителям чтобы я поступила на тот момент в пермское хореографическое училище но так как это был уже 94 95 год и время уже было тяжелое мои родители решили меня отдать в алматинское хореографическое училище по окончании училища с 2003 года по 2010 я работала в астане в национальном театре оперы и балета имени куляж байсеидовой можно у вас узнать вы получается с самого детства хотели стать балериной или все-таки это был не ваш выбор если честно балериной быть я даже не мечтала но я всегда видела себя на сцене я очень любила петь и я представляла себя на сцене о том что я пою у меня длинный микрофон со шнуром знаете вот как и как еще тогда вели себя артисты алла пугачёва филипп киркоров я представляла что я пою пою вместе с ними я часто устраивала концерты домашние родители меня в этом поддерживали и принципе я думаю моя мама видел о том что я неусидчиво всегда активно и в принципе решила дать мне балетную студию а дальше уже у меня у самой уже проявился интерес к балетному искусству и к танцам я помню что я смотрела концерт моей плесецкой и была этим вдохновлена мама мне купила мои первые пуанты это были московские пуанты которые я первый раз примерила еще в балетной студии но тогда мы на плант еще не вставали но я вставала на них дома я просто ходила любила ходить в этой твердой балетной обуви и даже натирала мозоли на меня это как-то не огорчало не пугало я все равно их носила потому что мне почему-то нравилось сейчас вы на данный момент являетесь ведущей солисткой театра астана балет и с этого года вы начали работать в казахской национальной академии хореографии подскажите как вам удается совмещать такой плотный график работы в театре гастроли и работу в академии ну начнем с того то что в 2018 году я поступила после своего опыта работы во франции я приехала в казахстан как раз уже на тот момент открылась казахская национальная академия и я да я стала совмещать учебу с работой изначально если честно я не думала как получится не получится поступила я сама и поняла что все возможно в течение трех лет я окончила бакалавриат сразу же поступила в магистратуру и мне было интересно мне было интересно для сам для себя самой обрести также педагогический опыт потому что одно дело когда ты действующий артист и ты можешь исполнить сам но с другой стороны другой опыт когда ты можешь обучить кого-то и передать свой накопленный опыт до безусловно тяжело но нужно уметь я думаю концентрироваться на определенных вещах к примеру в театре ты концентрируешься только на работе в академии ты концентрируешься конкретно либо на учебе или и ну и или также сейчас уже на работе да уже уже как бы в работе со студентами а как вот найти этот баланс то есть вот вы можете посоветовать что-то нашим студентам которые работают театре сейчас вот как найти этот баланс чтобы успевать все и работать и учиться но я думаю что прежде всего не не надо хвататься за все и сразу нужно поступательно к этому относиться ну все свое свободное время я старалась посвятить учебе потому что учитывая график репетиций у меня не всегда было время посещать некоторые предметы и я брала лекции у других своих сокурсников старалась также находить дополнительную информацию то есть не отставать по учебе а также ну и как бы все свое свободное время я посвящала именно развитию вот и в принципе так когда ты концентрируешься на одном затем на другом и я думаю накладок быть уже не может потому что ты не можешь концентрироваться на всем и сразу если какой-то особенный момент вашей карьере когда вы почувствовали что вы действительно срослись с вашей ролью если честно то определенных любимых балетов у меня нет все что и танцевала это все срасталось с моим внутренним миром с моей душой с моим исполнением я одинаково люблю как классическую так и неоклассическую а также современную хореографию но здесь есть определенные раз различия к примеру в классической хореографии присутствует академизм то есть это строгости во всем строгость позиции строгость как бы рук и но современные на классической хореографии ты более свободен то есть ты больше можешь выразить в своей пластике движение свою сущность свое внутреннее я можешь больше пока про проявить свою индивидуальность именно в пластике тому же там уже не существует границ и ты как бы это дает тебе определенную свободу движения а если есть определенное свободное движение то и тут уже и индивидуальность проявляется конечно как вы видите будущее казахстанского балета и его роль в современном мире на сегодняшний день и уровень исполнительского мастерства конечно гораздо вырос и он растет и по сей день и многие наши казахстанские артисты демонстрируют свой профессионализм не только у нас на родине а также за рубежом и а также возросло большое количество балетных спектаклей касающиеся не только классическая а также неоклассических и современных балетах балетов именно мировых хореографов и я думаю это гораздо повышает планку нашего казахстанского балетного искусства и нам на мировой арене мы уже становимся конкурентоспособными безусловно не каждая страна может похвастаться таким хореографическим образованием как наши у нас две прекрасные балетные школы которые в алмате и в астане у нас прекрасный преподавательский состав и этим мы можем гордиться спасибо какой совет вы бы дали молодым танцорам пытающимся достичь вашего профессионального уровня ну прежде всего это конечно труд упорство достижение поставленной цели несмотря ни на что несмотря на усталость я знаю что бывают и тяжелые моменты бывает также и выгорание но нужно все-таки находить в себе силы и идти вперед но прежде чем это сделать нужно обязательно глянуться назад и проанализировать свой уже пройденный путь я думаю то что это также является своего рода таким скажем допингом до своего рода как бы желанием идти дальше поставленные цели потому что учитывая то что артистический путь недолог нужно наслаждаться каждым моментом работы а также каждым моментом наслаждаться на сцене и ну и уже и также наслаждаться и учебы потому что в этом тоже есть определенные плюсы которые в дальнейшем помогут вашей профессиональной деятельности ну и последний вопрос я бы хотел узнать о вашем хобби ну все свое свободное время я посвящаю своему скажем так уже педагогическому развитию стараюсь находить какие-то новые способы новые решения также во время отпуска я предпочитаю плавать я ли очень люблю дайвинг в плане литературы художественную литературу я практически не читаю в основном читаю методическую и мне это интересно и она мне помогает моему дальнейшему развитию вот хотел бы сказать о том что являюсь адвайзером первых курсов слышу очень положительные отзывы о ваших лекциях мне очень интересно потому что этот год для меня первый учитывая со стороны именно преподавательской деятельности для меня очень интересно постигать этот путь и я вижу что я стараюсь быть полезной полезной быть студентом также я вижу безусловно отдачу обратную отдачу от студентов и я думаю что у нас происходит такой знаете энергетический обмен я стараюсь также идти максимум навстречу потому что безусловно понимаю то что студенты многие параллельно кто-то работает в театре кто-то работает в ансамблях и не у всех всегда есть время но тем не менее вижу их старания я вижу то что с утра даже когда хочется грубо говоря поспать они приходят на пару они стремятся получить знания и для меня это является стимулом стимулом приходить давать лекции получать дополнительную информацию извне также ее преподносить студентам и также рассказываю свой профессиональный опыт и им это интересно я это вижу и для меня это огромная честь вообще делиться своими знаниями потому что получив образование в стенах нашей казахской национальной академии для меня это огромная ответственность также для педагогов которые в меня вложили я вам расскажу по секрету половина студентов вас влюблены так что и конечно это наверно приятно должно быть да да очень приятно и мне это очень льстит если честно ну спасибо большое вам за то что у нас получился такой интересный достаточно разговор чтобы нашли время поделиться с нами своей историей желаю вам дальнейших успехов в творческой деятельности в педагогической деятельности и надеемся что ваше имя будет звучать еще долго долго на сцене во-первых а во-вторых что вы когда-нибудь мы услышим о том что татьяна тэн стала профессором казахской национальной академии хореографии спасибо большое вам за это вам большая благодарность за сегодняшнее интервью будем стараться развиваться дальше и до скорых встреч до встречи